Пожалуй, главной сенсацией авиасалона в Жуковском стал премьерный показ новейшего российского боевого беспилотного летательного аппарата «СКАД». У МИГа накоплен богатый опыт в разработке беспилотных летательных аппаратов. Эту работу мы начали давно. На самом деле, поисковые исследования по беспилотникам мы ведем уже в течение многих лет. МИГ вообще имеет славную историю создания, в том числе, беспилотных летательных аппаратов. Все первые крылатые ракеты, которые базировались на стратегической авиации нашей страны, они были созданы в основном КБ и не Никояна. И как только тема беспилотных летательных аппаратов начала обретать определенный вес в военных кругах, МИГ развернул полномасштабную программу по созданию беспилотного ударного аппарата. И сегодня вы видите такой значительный этап. Мы демонстрируем полноразмерный макет. Это не макет для презентации, это не макет для завоевания рынка. Это реальная работа, это реальный макет для исследования специальных характеристик. Конечно, при создании ската использовался не только беспилотный, но и весь остальной громадный опыт, накопленный в ОКБ. Здесь есть много технологических решений самолета МИГ-29, его модернизации, самолета с двигательных силовых установок, самолета МИГ-АТ, например, готовые иногда элементы взятые. Но на самом деле мы не подкладывали сюда никакой западный аппарат, о чем вы спрашивали. Никакой самолет, это новый аппарат, он требует нового подхода и он оптимизировался под те задачи, которые перед ним и ставились. Логичнее всего использовать беспилотники в самых суровых условиях, там, где жизни пилотов подвергаются особому риску. В условиях сильнейшего противодействия ПВО и ПРО, радиоэлектронных помех, когда все информационные каналы просто задавлены противником, а обнаружить его объекты крайне сложно. Именно в таких условиях роль высокоинтеллектуального ударного аппарата, возможности электроники, которого вплотную приблизились к возможностям искусственного интеллекта, кибернетического мозга, способного принимать нестандартные творческие решения, должна проявиться в полной мере. Мы еще до этой проблемы, как бы, должны решить свои технические проблемы, мы должны цель найти, идентифицировать, доставить туда соответствующую нагрузку, для того, чтобы надежно, с минимальными потерями для нашего состава, а беспилотный аппарат как раз и нацелен на то, чтобы минимизировать потери наших воинов, да, значит, уничтожить эту цель. Сегодня перед скатом не ставится задача поражать самолет. Пока он оптимизирован для решения ударных задач, но как вариант рассматривается возможность уничтожения на подлете атакующих его ракет. На настоящий момент проведены работы по оптимизации аэродинамической компоновки, уточнению специальных характеристик ската. Все эти исследования проведены в легендарном ЦАГе. Схема «летающее крыло» имеет свои преимущества. Беспилотник может нести больше вооружения, увеличивается дальность действия. Все вооружение ската, две управляемые ракеты или четыре бомбы, размещается во внутренних отсеках. Для летательного аппарата малой заметности это особенно важно. На первом этапе мы планируем создать пилотируемый аппарат. Не потому, что мы сомневаемся в системе управления, просто в силу ограничений по законодательству, испытания беспилотных аппаратов будут сильно сдержаны по размерам, по времени. Поэтому для того, чтобы расширить фронт испытаний, мы сделаем первый аппарат пилотируемый. Планируем сделать. А второй уже будет полностью беспилотный. При этом на пилотируемом аппарате будут реализованы все беспилотные режимы. Работы по созданию автономных ударных беспилотных летательных аппаратов сегодня активно ведутся в целом ряде стран, в том числе в США. Особенно интенсивно беспилотниками занимаются разработчики, создающие вооружение для американских военно-морских сил. БПЛА-Х-45 и Х-47, напоминающие скат по массе и компоновке, изначально создаются как самолеты палубного базирования. Цель работ по созданию беспилотников – разработать полноценный ударный самолет, способный нести значительное количество вооружения, действовать в самой сложной обстановке, а в перспективе и самостоятельно принимать решения. Редактор субтитров А.Семкин